всем привет youtube привет вторая часть по вот этим крючочком значит поговорим разберем еще более детально значит что касается тут их применение использования изготовления и так далее значит еще раз хочу обратить внимание на то что крючочки сделаны очень даже хорошо с хорошей стали вот некоторые ребята говорят что ржавеет да вот здесь вот в этом это не набор покупался в разноборит мы видим здесь как бы стал вот это черная темная и здесь есть и нержавеечка то есть немножко по-разному вот я этот инструмент теста около двух месяцев даже вот крючки один левый один правый как мы видим они немножко с разного металла один темнее вполне возможно что какие-то крючочки могут ржаветь так вот что касаемо значит покупки или же изготовления опять же покупки где допустим в китае в москве там в царте или еще в какой-то другой фирме или еще что то значит я на этот счет хочу чё сказать у меня много крючков самодельных самопальных вот их тут куча то что я могу сделать сам вот и меня устраивает это качество я делаю но вот этот крючок я покупал как бы для того чтобы сравнить вот это один мое мнение такое то что ты можешь сделать сам конечно лучше сделать самому для себя своими руками и это как бы будет дешево и сердито и этот вопрос дальше к нему возвращаться не будем а что касаемо того инструмента вот вот этих вот крючочка в некоторых значит которые к сожалению особенно вот вот таких вот длинных вот которые сделать там можно но по своим физическим свойствам это не то что хотелось бы почему потому что вот этим крючком ты в отверстия там куда-то проделать либо есть технологическая либо проделал отверстия залез и работаешь но в данном случае это крючки на скручиваем если нету возможности значит хороших мастеров которые могут из какой-то стали там марки сделать этот инструмент проще и лучше и дешевле его купить чем заказывать там в китае непонятно что тебе пришлют уже опять же повторюсь этих отзывов очень много когда люди покупали тратили деньги а потом берут и в руках он гнется мнется и работать таким инструментом невозможно во первых это как бы неприятно во вторых трата денег времени сил и нервов вот в данном случае проще как говорится купить в данном случае этот инструмент как раз соответствует моим критериям по поводу цены и качества и его исполнение то есть оптимальный вариант я не призываю как говорится покупать инструмент весь или изготавливать весь у меня например такой возможности нету изготавливать и закаливать сталь во первых купить стали проблема во вторых его закалить проблема уже пробовал делал я и самокал это не докалил то перекалил то там еще чего-то опять же вот такие вот ручки вот аккуратно сделать проблема если заказывать кто-то этот инструмент все равно не будет таким как здесь на заводе сделано естественно будет похуже так вот что касаемо этого инструмента вот еще расскажу он где-то и сталисты но опять же он возвращается это и плюс и минус что касается допустим если надо что-то подгибать я уже говорил показывал меня тут ковырял окно вот тоже стали вот ее можно подгибать работать делать так как надо это же крючочки каленые для трудного доступа у меня с ними как бы небольшая проблемка и от потестив я скажу так что крючочки очень даже хороши по поводу ручек еще раз остановлюсь мне нравятся т-образки вот и тут они аккуратно сделаны вот очень даже хорошо в руке приятно по зиме можно допустим кому-то если не нравится и работают без перчаток сделать накладочки подойдет все что угодно вот допустим ручка с велосипеда вот на такие крючочки можно поодевать вот по диаметру если допустим не подходит вот такая еще я не помню как она точно называется но это для утепления на мягкая приятная в руках сейчас покажу как что к чему вот она маленькая ковырял очка на нее можно одеть и по зиме как бы будет приятнее в руки брать он не будет как говорится холодным ну кому-то понравится может быть вот в таком варианте или же в таком но тут вариации можно очень много придумать но это к тому что если кому-то допустим понравится вот в такой вот оплёточки можно сделать их такой можно там термоусадку ну не знаю руки будут все равно по-любому потеть и на термоусадке она будет как бы скользить не очень приятно но на вкус и цвет товарища нет вот с этим мы как говорится разобрались с ручками не знаю кому как но мне вот т-образные ручки очень нравятся и у меня инструмент весь с такими ручками вот еще один из вариантов на ручке у меня вот тоже самое я посчитал что маленький диаметр и надел тоже вот это вот пластик от труб которыми там воду проводят и всякое другое прочее вон рядом еще один вот он крючочек висит я их почему так вешаю в сторонке это те которые но не так часто используются всем нет и образные ручки очень очень нравится в отличие от вот такие допустим или таких вот раньше я работал вот просто изолентой обмотал и все или же опять же вот они ручки я делал из этих обрезков труб и в принципе ничего нормально работается приятно комфортно так вот вернемся к этому набору значит еще раз выскажу свое мнение инструмент достаточно хороший по соотношению цена-качество и еще одним плюсом служит то что допустим у меня нет возможности изготовить вот нет такой стали нету у меня знакомых хороших термистов у нас их почему-то несмотря на того что город раньше был промышленным их просто нету извели как класс сейчас дешевле где-то что-то покупать перепродавать чем наладить свое производство по идее так решили поэтому поэтому вывод я решил что я все-таки вот это мне дали потестить поиграться практически около двух месяцев я этим инструментом поработал он мне очень понравился и поэтому 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 исходя из вот этих вот выводов я решил сделать что правильно я решил себя подобрал выбрал комплектик из 24 по моему крючков для трудного сложного доступа для прямого нормального доступа как бы вот таких крючков у меня достаточно я так думаю под насадки тоже хватает вот я поделал даже вот такие вот огромные у меня есть которые там по полтора метра длиной вот обыкновенные крючки сделанные просто грубо говоря из железок в которые можно вкручивать насадки в одни можно вкручивать допустим с двух сторон вот другие можно вкручивать только допустим вот одну насадочку под одну вот и поэтому 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 я решил взять себе и заказать такой комплектик поскольку еще раз повторюсь сделать сам такое я не могу по ряду причин а что-то вымудривать из себя еще раз повторюсь закаливать отпускать ну ерунда получается это красивый хороший удобный инструмент за сравнительно нормальные деньги уж я как бы считаю что лишние денежки тратить не надо но когда инструмент действительно хороший я посчитал нужным себе приобрести комплектик вот и не секрет как бы естественно я подождал когда будет акция скидки будут и по акции взял комплектик сейчас вот он скоро так сказать придет и займет свое место потом я видео про этот наборчик естественно сниму и покажу расскажу что к чему вот ну и впоследствии надеюсь поработал этим инструментом я о нем смогу так сказать еще что-то так сказать подсказать рассказать вот а пока что вот на такой как говорится в праздничной ноте инструментик я заказал он мне придет и и поделюсь своим очередным видео все всем спасибо за внимание пока пока